Саша сказал взять камеру и идти к индюкам. Судя по его лицу и по подаче этой фразы, ничего хорошего, я взяла камеру и идёт к индюкам. Не дай бог с моим малышом я просто сейчас упаду, которого я лечу. Боже мой! Не шли отсюда! Милый, что случилось-то? У него нету из ушей кровь, Саш. Ну всё, Саш. А что случилось? Почему? Не было больных индюков-то в стадии. Не было. Что с ним случилось? Почему они его забили? Не знаю. Самый мелкий, наверное. Да я бы не сказала, что с ним что-то прямо. Ты посмотри, какой у него отёк-то. Что, может, спасать как-то? Как спасать? У него кровь из ушей. Да всё уж, давай, убирай. Но они его не пробились. Смотри, сбоку ты не видишь? Я вижу сбоку, но сбоку тоже не смертельная рана. Япона-мать, а! Так, слушай, они так по-одному все сожрут друг друга. Ну а что это сделать? Почему они его выбрали? Он даже сейчас стоит нормальный. Это биг маленький. Ну, самочка, по-моему, нет? Да, похожа. Господи, почти за что? А как они так её... Ладно, я сейчас её сажу пока. Мне уже надоело, честно слово, эта лазаретная вот эта вот фигня. Их по одному, что ли, держать надо. Каждого в загородке, в отдельной. Динозавры! Долбаные! Вот с зубом мой. Ну ладно, это отдельная песня, короче. Я поняла, почему этому с зубом отклевали рог. Он высунуть голову, умудрился вот здесь, вот по шире щель и вниз башку просунуть. И у него голова башка здесь застряла. И они с радостью отклевали ему рог. Прекрасные какие животные, гуманные. Вот это расклевали шею, укусил комар. Всё, теперь у них на постоянке, видите, вот этот. Как его? Уже, кстати, заканчивается он новый. Да, фомитокс. Днём ещё я его включаю как-то, а к вечеру обязательно включаю, чтобы ночь у них была без этого. Блин, я лицо кровью, наверное, спачкала, да? Нет. И вот этого вот тоже троглодита. У него заплата на шею гигантская, видите? Она сделана из БФ-клея медицинского, из ваты, из кучи всяких дезинфицирующих средств. Там йодом намазано, баниоцином насыпано. Короче говоря, 20 индюков держать, это не 40 и не 60. В общем, вот мы это поняли однозначно. Нам в прошлом году намекали, что птица жестокая. Не вам повезло. Похоже, что да, чем их больше, тем, короче говоря, больше геморрой сразу приобретаешь. Так, ну сейчас, короче, решили почистить. Засрали ужас, как, буквально за сколько, я не знаю, за 10 дней. Это. Сейчас я сверху вот эти сырапюрки спрессованные сниму. Засыплю опилками и птицу будем переводить уже полностью во все помещение. И паяльник, видите, стоит, греется. В общем, решили мы дебекирование сделать прижечьем клювы. По принципу, как, ну, для не сушек и не баллов уток там, ну, утки там по-другому чуть. Ну, короче, в общем, кончик клюва мы им прижгем, чтобы не наносили они друг другу таких вот серьезных увечий, как сегодня произошло. Ребята, в общем, чем больше индюков, тем больше геморроя, понятно, нам стало. Вот. В общем, все прелести сразу у нас тут и с вытянутым зобом, да, и там с переломаным крылом у нас есть индюк. И расклев у нас сегодня жесткий произошел ночью. Вот. Отсаженный ты уже показал, наверное. В общем, короче говоря, клюются они сильно, перо вытаскивают, хвост расклевывают. В общем, мы традиционный метод применили дебекирование. Поджигали им клюв, у нас перегорел паяльник, в общем, часть мы поджигали, часть кусачками обрезали. Вот. Посмотрим, в общем, надеемся, что будет все нормально в дальнейшем, но не факт. В общем, что-то какие-то в этот год агрессивные больно у нас конвертеры и биги. Что еще сказать? Вот, смотрите, полностью их на всю площадь заселили. И у нас сегодня, получается, 50 дней. Да, 50 дней. Слышите долбиться? Это изоляторщики долбятся. Они всегда хотят к общей массе присоединиться. Перевел на рост их, значит, корона, потому как старт уже закончился. С 9-ти недель, по идее, идет. Так мы до сих пор не пропаили от кокцидиоза птицу. Потому как в городе ампролиум найти не смогли. Я уже не говорю про стоп-кокцид, соликоксы всякие, байкокс, я даже не смотрю. Он космических денег стоит. Вот, в общем, заказал. Должен прийти в понедельник у меня ампролиум по почте. Вот. И буду я пропаивать ампролиум от кокцидиоза. Потому как помет периодически проскакивает такой не очень. Вот. Но не часто, но бывает. В общем, я перестрахуюсь, пока у них срок маленький. Да, возраст маленький, я пропаю. Так. Крови нет в помете, сразу говорю. Зато на клювах есть, видишь, немножко перерезали. Ну, вот где не паяльником, где кусачками, да, есть у них. Но это ничего страшного заживет. Если только они друг друга не помажут, я помню. На самом деле, птица, знаете, насчет выживаемости, выносливости удивительно. Сейчас я вам покажу. Он того с холкой даже покажи. Который, помнишь, у него кожа-то скал слабо-серевона, единорог. Вот, смотрите. Кстати, как пример, клюв сильно обрезан. Помните, я обещала, что он будет большой самый? Вот он почти самый большой. Да, вот клюв как обрезан, смотрите. У них очень острый, здесь вот был такой, ну, где-то еще миллиметров 4, наверное, как этот кончик. Нет. Так, подожди, вот, да. Вот, смотрите, помните, дырявый, дырявый. Тут самый, с дыркой в голове, вот у него. Такой вот шарик зарубцевался. Короче, здесь, видите, немножко остался какой-то вот болячечка. Я очень боюсь, что ее разковыряет, но я боюсь ее и трогать, и мазать даже. Так, теперь давайте сейчас я вам найду вообще жесткий вариант. Где он? Это та птица, которая сломала крыло. У него одна косточка с... Вот, наверное, да? С одной стороны. Нет, нет, Саша, у него с первым все хорошо. У него именно косточка торчит одна. У него каличка с язычками тоже. Да, да, да. Вот там, мне кажется. Вот не он стоит, вот он у стены, по-моему. Нет, Маля, небольшой. Вот он стоит. А, вот он? Да. Видите, я своих подопечных в лицо знаю. У которых... Пойдем, 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 пойдем. Сниматься будем, пойдем. Не Россия 24, конечно, но тоже неплохо. Так, открой крыло. Вот это крыло, видите, вот у него, говорю, косточка, да, торчит? У него был открытый перелом. Кость прям торчала, пока мне. Тихо, тихо, ну сейчас второй раз сломаем тебя что-нибудь. Стой! Да подожди ты. Короче, он не любит зонку. Сейчас я вот так вот чуть-чуть придавлю. И я вот так вот чуть-чуть придавлю. И вы, давайте, придавите его тоже чуть-чуть. Вот, смотрите, видите, что осталось. Вот это все место было черное. Ну вот это кость торчит или что? Ну, наверное, я не буду. Я не буду трогать, короче, ничего. Все зарубцевалось, видите, заросло мясом. И рубцовой тканью, да. Все, не трогай его. Понятно, что эта тушка не будет идеально. Ну, конечно, но мы, как обычно, съедим весь брак. Да. Ну все, сломали вторую? Нет. Встань, пожалуйста, уже. Разлюгся. Все, в общем, короче. Скажи, и жалко, и взгляд, и все на связи. Взгляд, да, немножко уже это, блин, вымораживает периодически вот своим поведением безобразным. Ну что, нам предстоит еще обрезка в теплице. Пойдем, приступим. Хищники. Это просто настоящие динозавры, ребята. Это просто жуть. Что, включайте фомитокс, обратно? Включай фомитокс. Вот с чего вдруг они того вот расклевали? Вообще не было никаких царапин. Я каждый день хожу, смотрю каждому в задницу. Роги эти, рожки отклевывают. Набудьте здрасте. Просто вот с закрытыми глазами. Смотришь, отклевали. Все. Кровища по всей морде и так далее. Вовремя не уследишь. И до свидания. Саш, можно эту птицу вот так вот раз в пять дней к ней заходить? Если у нее бункерная кормушка. Я думаю, знаешь, как крысы, знаешь, эти, которые нарисируют-то, помнишь? Крысоловы. Крысоловы? Крысоловы, да. Это вот они в бочке в этой выживет один индюк. Но он съест всех индюков по деревнику. Да, и каких к нему не посаживать, он не будет съедать, да? Открываем наш загон. Можно сказать, загон-изолятор. Здесь у меня вот они. Вот, смотрите, вот она моя квазимордочка. Расклюванный у хвоста. Видите, где было? И вот так вот у нас один глаз не видит, поэтому подойти к ней можно близко. Но она кушает. И, в общем, никаких больше нареканий на нее нет. С другой стороны, голове уже лучше гораздо. Припухлость эта проходит дикая. Так. Покажись, покажись, мой любимый. Глаз ей не выкололи, я смотрела. Но вот эта вот болячка засохшая, конечно, она не дает ей глазик открывать. Вот. Ну, на хвосте, как я и сказала, рана не критичная была. Вот вторая жертва общественного расклева. Видимо, насколько я понимаю, укусил комар, как всегда. Была маленькая стадина. Я брызгала, как его, этим алюми-спреем. Но это дело только привлекло внимание, поэтому ей расклевали гигантскую дыру. Ну, и снова Сашка порывался уже все с ней распрощаться. Мы же попробовали все это дело вылечить. Я делала ей заплату. И, в общем, вот что получилось в итоге. У нее достаточно сухая болячка уже. И они тут вот ходят, бродят, короче, вдвоем. Так скажем, друг друга не обижают, насколько я понимаю, две девочки. В общем, я надеюсь на хороший исход этой ситуации. Так. В этом загоне им жарко. Да, вы правы. Им жарко. Железо нагревается вот по эту сторону. Достаточно тепло. Горячо даже, можно сказать, руке. Но дверь все время открыта. И за счет того, насколько я понимаю, что очень много щелей здесь не нагревается свыше 30. Но присадка им тоже, конечно, многовато. То есть здесь вот даже, я бы сказала, не столько жарко, а сколько душновато. Вот. Но на выгул пока Саша их не пускает. Посмотрим, что получится. Я извиняюсь за этот грохот. Это вот мое изобретение. Это вот так закрывать дверь. Ну, то есть чтобы они не вышли, но при этом воздушный поток будет большой. Вот рты открыты. Вот мой изоляционный, который сидит со всеми вместе. Тоже, насколько я понимаю, девочка. Он самый маленький и самый худенький. В отличие от некоторых дирижаблей, которых давно пора посадить куда-нибудь на карантин. Ага. Кто меня клюет? И ничего не помогает. Зоб у нее как был гигантский, так он и есть. Сейчас залезем и посмотрим еще раз. Дозированно кормлю. Вот это у нее с утра и почему-то не ест, наверное, жарко. По рекомендации одной из наших зрительниц я добавляю медный купорос в воду. 2 грамма на литр. И смотрю результат, пока я не вижу. Ну, я второй день так делаю. И постоянно массирую зоб. Что мы пробовали с вот этим вот зобом гигантским? Ну, во-первых, дозирован... Вот он мягкий, он совсем мягкий. Такое ощущение, что там только вода. Больше ничего. Но дело в том, что и она не растет совсем. То есть мне кажется, что вот он такой вот наполняется гигантский. Ей только плохо от этого и все. Но... Ой, глупень. Что с ней делать еще, я не знаю. Что пробовала, говорю. Витамины и кальций, и АЦД-3 пробовала. О, АЦД-2, извиняюсь. В воду добавлять. И давала воду тоже дозированно немножечко. Водички подливала там 4 раза в день по чуть-чуть. У нее зоб уменьшается, но до размера крупной сливы. И, в общем, висит. Связки явно не работают, которые должны. Мышцы держать. Это все дело в норме. Как вот у этих вот дирижаблей. Все-таки страус и вот индюк, мне кажется, это вот просто одного полиягода. Вот, так что моя девонька, я не знаю, что с ней делать. Отпустите, вот что будет. Но снова же провоцировать то, что ее расклюют, я не хочу. А они очень жестокие. И, в общем, все индюки очень ловко вычисляют слабого и заклевывают его до смерти, короче, заклевывают. Вот она чем-то покакала. Значит, что-то проходит у нее, да, в желудок. Но зоб этот, конечно, просто отвратителен, да. Водорты открыты. В общем, жарко им. Видите, они все к выходу тоже толпятся. Вот такие у нас птички пока. Ну и не без проблем. Кормушку Сашка уже сюда приделал. Некоторые, типа, как может быть, уже достают, он думает. Вот. Ну и здесь стоят, так что у всех все есть. Так, ребята, разошлись. Дали мне выйти. Да, вот здесь у двери, конечно, значительно прохладнее. Прям сильно достаточно так свежий воздух проходит. Здорово. Вот здесь вот прям приятно стоять. Ладно, спаситесь как хотите. Будет вам два месяца. Может быть, папка вас и выпустит на свободный дубик. Посмотрим, как себя вести будете. А пока вы такие странные, что можете полдеревни расклевать. Мы вас боимся выпускать. Оружие массового уничтожения. Вот что с моей девонькой сделали, а. Хищники. Одна ночь. Без причины вообще. Непонятно из-за чего взяли и расклевали ей всю голову. Красотуленька моя сладкая, да. Всему досталось. И голове, и попе. Всему досталось. Сладенькому. Вот с чего они взяли так и сделали. Вообще непонятно. Ничего не предвещало. У нее даже никакого не было. Ни ссадинки, ни укуса. Ничего. Ну ты-то что так дышишь на улице? Я понимаю, что жарко, но вы-то в выигрышном положении. И вторая так же дышит. Ну все, девки. Ну жарко что? Лето. Вы-то что думали? Вы-то в тенечке сидите. А вон ваши хищные товарищи. Пусть тушатся. За такие дела. Это моя золотиночка. Моя квазимордочка любимая. Ничего. Мы с тобой выходимся. Знаешь какие красавицы будем? Вообще глаз не оторвать. Да? Ну и соответственно конечно же в воду витамины. И все на свете. АЦД-2 тоже давала. В воду добавляла несколько дней. Вот это мои девоньки квазимордочки давала даже такой коктейль. Из витаминов. Кубик. Кубик АЦД-2. И чуть ли не тремя кубиками воды. И все эти пять кубиков прямо в рот заливала. Ударная доза так скажем. Иммуноподдержка и витамины. Потому что как вы понимаете у нее нет никаких заболеваний-то. У нее именно что вот товарищи помогли. И беззаботную жизнь сделали заботной, да? Жарко моя девонька. Ты тоже, да? Ты тоже у меня. А с дурочкой в боку я уже резиновый. Ну ничего, да? Мы живем с тобой. АЦД-3. Разведенный один к одному с маслом. Подсолнечным обычно. Ну и сейчас будут эти вонючие процедуры помазания. Сейчас буду за ними бегать. Они будут бегать от меня. Квозьмурдочка подходить надо со стороны ее слепого глаза. Она не видит. И вот так вот. Вот так вот, моя маленькая. Вот так, да. Все, я тебе измажу. Да. Нет, со стороны зрячего глаза подходить тебе нельзя. Иначе ты не дашься. А вот с этого глазика пока еще я могу к тебе подкрасться. Все. В глаз сам не лезу. Все-таки это достаточно такая вещь сильная. Не надо, чтобы она затекала. Но вот так вполне достаточно. И тебя. Тебе надо еще помазать кисточку. Так. Добивай ты халат для этих процедур. Прям то, что доктор прописал. Милая, вот если ты не будешь отбиваться, все пройдет гладко и хорошо. Спасибо, любимая. Спасибо, дорогая. Ну ты моя хорошая. Вот и все. 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 Я ушла. Вот таким образом. У меня эта штукенция. Уже предназначена для этих целей. Спец кисть. Короче, баночку закручиваем. И прячу ее вот сюда. Спят они у меня в этом домике. В будке, так скажем. Туда стены постелили. Там кусок линолеума лежит еще внизу под сеном. Потому как, ну там земля, мне не очень нравится, что они с срой землей имеют контакт. Поэтому я ее застелила линолеумом. И стенца положили. Все, они сюда заходят, там ночуют. Если дождик или еще что-то, они там сидят. Так что вот это вот две птицы получились невольно выгульного содержания. И все время они рвутся, милые, к остальным. Да, мои сладенькие. Ну вот солнышко вроде спряталось. Сейчас посвежее немножко будет. Ладно, хорошие, если что, зайдем. Ну и сегодня, под конец, я покажу вам моих мусипусечек лазаретных. Сегодня 25 июня. День сплошных то дождей, то солнце, не пойми, что на улице. Постоянно переменная погода. Но нам это на руку. А пашечки цветут. Да? Поздно уже, да. Поздно, значит, не вызрют или что? Или поздно? Нет, я надеюсь, что вызрют, успеют. Но поздно. В прошлом году они у меня уже где-то, по-моему, шла восьмого цвели. Пашечки тут у забора в самом фельдеперстовом месте. Потому что, получается, забор горячо прям рукой не держаться. Смотри. Ага. Мы нормировать будем, конечно, половину удалим даже будет. Все в природе надо нормировать. Что это такое? Они молодые, еще пустые. Вот грушу нормировать не надо. Походу, вся опала, да? Нет, это еще нормально. Вот это опала. Это опала? Да. Ага. Но не каждый год нам столько вот тут груш, что не отгрузить. Вот это вот, видишь, тополь-то наш. Вот. Грушики. На одной, кстати, ветке. На всем остальном нету. Так. Так. Ну вот. Лазаретные мои. Ёжик мой резиновый. С дырочкой в боку. Дырочка у нас заросла. Стала жесткой вот такой вот коркой. Ничего ее не пробьет уже, видимо. Ну, по-то-то-фу, я надеюсь. А ты что здесь, ты его чистишь, что ли, у них, Саш? Да, уже второй раз. Так. Вот моя квазимордочка. Смотрите, у нас открылся второй глаз. Пока не третий, но второй уже открылся. И эта корка сходит постепенно. Головка у нее розовенькая. Ну, кожица еще такая. Вот. Но ничего. Хвост мы вообще забыли, что такое плохой хвост. С хвостом все в порядке. Вот она, моя любовь. Да? Мама ее чешет. Постоянно у нее бабушка чешется, видимо. Она сидит, так мирненько смотрит на меня хорошими, добрыми глазками. Да, мой злайчик? Все. Все у нас хорошо будет. Короче, вот они, два. Вспомните, как выглядела квазимордочка в первые дни ранения. Так. Ты занимаешься любимой своей работой, правильно? Основным видом деятельности говноуборка. Тихо, тихо. В нас не бросьте. Слушай, они как свиньи, они с рук в одно место. Да. Вообще-то у поилки. У поилки, у кормушки. Вон там, посмотри, все нормально, все чисто. Да. Ну, мне эту на руку молодцы пускай так и делают. Я по этому поилку подстил поближе к рыхлому. Вот здесь даже, можно сказать, вообще подстилочка даже не утоптана, она рыхлая. Да, вот смотри. Вот, видишь, верхний слой вот этот уже, который выражить бесполезно. Вот корку вот снимаю, пропитанной какашками. Если ты помнишь, у цыплят такая же история. Сначала все рыхлое, потом становится корка, корку снимаешь, а под ней нормальный этот подстил. Более-менее ничего такой. Вот такая вот у нас эта штука тут, птица называется. Короче, ситуация с зобом, рассказываю, да, где он. Ищем самую маленькую птицу, она и будет у нас с большим зобом. Зоб, как он был, как вы видите, грудь пятого размера, так она и есть у нашей индейки. И еще самое плохое, что ее периодически как бы обижают, тюкают. То есть я вижу, что как-то к ней относятся не очень позитивно. Эта птица чувствует, безусловно, слабых особей, больных, еще каких-то, и она очень жестоко с ними обращается. Я думаю, что квазимордочки тоже что-то, они прочухали какую-то фигню. Это неспроста они ее обидели. Почти всегда есть причина. Ну и вот, и что мы сейчас пробуем? Волшебный метод, как всегда, от всех болячек в Наруси водка. Нам посоветовала тоже подписчица, сказала, что на ее практике было такое, что птицу лечили от этих зобов водкой. Мы теперь даем два раза в день по два кубика водки я даю. Не водки, а самогонки? Нет, именно водки. Извини, милая, я открыла журавли. Почему? Журавли бутылка была, да? Считай, что уже нету, забудь. Всю выпаю индику. Ну, короче, это журавли. Почему я не взяла самогонку, понимаешь? Потому что водка все-таки стопроцентно сорокоградусная, не больше. Самогонка может быть... Ты тоже делаешь сорокоградусную? Но мне посоветовала подписчица именно водку. И она написала в комментарии, что самогонку китайцы эти не использовали для этого, а именно русскую водку использовали. Я не могу понять почему, да? Может быть, важно вот это что-то там, сам мне скажи, дистиллят, там вот это все ретификат. Ретификат. Чистейше, чтобы ретификат был. Развагу спирт, очищенный активированным углем, ты хочешь сказать? Я не хочу сказать и дать тебе возможность поумничить по этому поводу. Я хочу сказать, что нужно водку. У меня есть продукт не хуже. У тебя есть продукт лучше, а просто не в качестве продукта. А именно, видимо, может быть в очистке. Травят вас короче, травят вас казенкой. Не дают домашнее, да? Употреблять. Домашнее есть кому употреблять, тошнее. Возбудились, смотри как. Ладно, я вам вечером, пока она не принесу, налью по рюмочке. Ох, какое возбуждение сразу произошло. Ну а чем они тут хуже? О, смотрите, смотрите прикол. Сашенька отодвинул легенькую задвижечку, чтобы проходила тачечка. Видите, такая задвижечка у нас? Отодвигает, задвигает. Очень удобно, правда? А что не рельса? Ну а у меня нет ничего другого. А у тебя нет рельсы, да? Нет ничего другого, чтобы это была защита от собак. От собак, ну разве что только. Это, Сашенька, защита от собак, но не защита от грыж позвонковой. Позвоночной, кстати. Дорогие наши, принимаются еще рекомендации по поводу этого зуба. Я уже склоняюсь к тому, чтобы просто забыть о нем, как о страшном сне. И пускай он ходит с этой грудью непонятного размера. И уже дальше будь что будет. Ну вот еще представители нашей лазаретной компании. Там пять породных индеек. Странно, что сейчас сидят в домике. Обычно они здесь гуляют, бегают. Но сейчас что-то всем спать, походу, притомило. Ну и наша чернушечка милая. Вот кушает уже все. Тут как бы она более-менее... Грусть, печаль у нее прошла. Потому что сутки она реально не ела, не пила. Сидела вся никакая. Сейчас вроде как получше. Но, видимо, голова у нее сильно раскалывалась. И отек, я смотрю, на морде снят. Уже такой ушел с головы. Надеюсь, все будет более-менее ничего. Она похудела, наверное, в два раза. Как вот такой меховой комок пушистый, но веса ноль. Ты похудеешь, скажи, домой сладкий. Вот. А те, что они там присели? Ален, ты не знаешь? Нет. Выходите. Здесь бегают благополучно с моими двумя... Сквозь мордочкой и ежиком резиновым. Благополучно дружат. Все вместе в одном углу ночевали. Тут дождик застукал прямо на улице. И вот они туда как убежали, да, после дождика. Так и скрылись. Я хочу сказать кое-что. Это я их загнала. Это ты загнала их? А зачем? Чтобы они не вылезали больше никогда. Вдруг еще начнется один дождь с газой. А они их ударят газой и они исчезнут. А, вот так вот, да. Ну, короче... Она их таскает туда-сюда. Хорошая погода выносит. Плохая заносит, да? Угу. Да. Вот поэтому я их и загнала туда. Потому что не тепло и сейчас будет дождик. Я боюсь, как бы опять не начался дождик. Вот я и поэтому их и загнала. Только еще будет дождик. Да? Он уже был. Мои птицы в воду, любимые. Господи, боже ты мой. Ха-ха-ха. Да. Дождик, скорее всего, будет. Смотрите, что на небе. Та-да! И вон смотри, Квазимурочка сюда идет тоже. Походу от дождика-то прятаться. Угу. Ну, кво этих бровейка, что там папа-то делает? Что-то он там рассыпает-то все им. Опилки. Опилки. Ты сама все знаешь, да? Угу. Ну ладно. Вот такие у нас дела. Все на поправку, пока больше без травм. Сколько еще? Сколько еще? Шестьдесят три дня же, да? Да, шестьдесят три дня. А говорит, на южной короне, на южной короне. Два мешка пурины, может, сыпанут. Опилки ужасные, сырые, видите какие. Ха-ха-ха. Еще подсохнут здесь. О, у них окошко появилось вдали. И не одно, заметь. О, ты все-таки... Да? Еще вот здесь, да? Видите как? Ну, чтобы верх продувало больше. Но мы еще приняли одну меру. Ты говорил? Какую? С той стороны. А, ну покажи вот отсюда. Вы увидите, нет? Ради вас я обойду. Вот такую штуку мы сделали. Работает ли такое прикрытие? Конечно, это фигня. Но работает отлично. То есть, ну такого у нас не может быть. Вот так это все не останется. Сашка что-то там будет изобретать, придумывать. Но спасает очень сильно. Даже самое забавное в солнечный день, когда вот с той стороны вот сюда руку прижимаешь. У тебя получается, что достаточно комфортно. Руке прижимаешь вот в эти три пролета и очень горячо. Прямо невозможно руку держать. И дальше тоже все нормально. То есть, мы сняли такой большой кусок батареи, который нагревается. Зазон. На килогречке печать. Ужас. Песни это не наши. А раньше жил я на таганке. Это ужасно. Короче, я что хочу сделать. Я хочу вот так вот, как идет вот эта вот направляшка, сюда закрепить рейку. Рейку. Ну, какую-нибудь там, скажем, два с половиной сантиметра дюймовку. Вот. И поверх нее закрепить лист оцинкованный. Вот такой самый дешевый. Еще один. Какой-нибудь С8. Вот. Да. И будет такой вентилируемый вентфасад. Это, мне кажется, будет дешевле, чем утеплять. Утеплять я не хочу это помещение, оно летнее. Вот. А отражать солнечный свет и препятствовать нагреву вот этого коричневого листа, мне кажется, будет очень хорошо. Что скажете? Ну, надо. Сколько здесь листов, посчитай, вот по забору? А, я так не увижу здесь. 6 метров, да? Ну, 6 листов по 400 рублей, это сколько? По 400 рублей лист, 6 листов? Да. Ну, 2,5 тысячи, короче, уложишься. Я говорю, 2,4 тысячи. Со всякими этими сверленными шурупами и всем делами. Да, да. Как берешь камеру, сразу все слова забываешь. Говоришь через слово. Слушай, ну вот если на будущее... Вот сейчас мы как будто сделаем вид, что мы слышим его, да? Я думаю, что вот на будущее мы похожее сооружение будем строить вот в том углу. И сразу, если применить вот такую оцинковку, да, зеркальную, то, мне кажется, нагрев будет уже существенно ниже. Согласна, нет? Я не трогала крышу, но, наверное... Но все равно железо... Потому что от крыши вот нет жара. Согласись, жар от забора идет. От коричневого. Жар от стены. Так что вот если делаете, то, наверное, есть смысл из оцинковки делать. Из зеркал. Или из белого. Или из белого железа, как у нас тот курятник сделал. Кусок. Ну нет, это грунтовка. Просто это... Все равно нагревается меньше, если ты потрогаешь. Страна черновая вот эта вот. А вот у нас курятник тот бройлерный из белого листа сделан, и все нормально. Ну, Саш, ну твой бройлерный курятник утеплен, да как? Я не спорю, но я тебе просто говорю, ты потрогай коричневый лист и белый. Большая разница. Снаружи потрогать ты имеешь? Вообще, да, по температуре. А видите, какую дверь-то мы приспособили? Сетку до половины. Ну, это так, да? На коленке ты быстро скрутил? Да. Чтобы облегчить ситуацию. Дверь, когда открыта, все хорошо, но они выкатываются же сюда. Ну и на этом мы с вами прощаемся. Пока все. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на канал, жать лайки и писать комментарии. Здоровья вам и вашей птице. Чтобы быть всегда красивым, чтобы быть всегда здоровым, нужно правильно питаться, но и спортом заниматься. Индейка. Индейка. Хорошая идейка. Подушит индейку. Спортивная семейка. Кушать надо хорошо. Нужно правильно питаться. Если будешь есть индейку, будешь чаще улыбаться. Варят, жарят, запекают. И салаты добавляют. Ты индейку приготовь. И в семью придет любовь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.